День рождения День праздновала Иркутская Слобода И хотя идея ее создания родилась еще в 2009 году На свет застройка появилась в 2011 Теперь 14 сентября, день празднования юбилея Иркутска Можно по праву считать и датой рождения 130-го квартала Ведь именно в этот день иркутяне впервые смогли прийти на эти улочки И увидеть результаты исторической стройки Ждет печалеца, я не рвнулся Праздничные гуляния на воссозданных улочках того самого купеческого Иркутска Гостей встречали хлебом, солью, песнями и танцами Иркутская Слобода уже успела стать визитной карточкой областного центра Исторический квартал по достоинству оценили участники Проходившего в нашем городе 10-го Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры Для Иркутска это было необычное событие Ведь, как правило, защитники старины назначают съезды в городах Золотого кольца А в Сибири встречаются крайне редко Как отметил главный инициатор строительства Иркутской Слободы Губернатор при ангаре Дмитрий Мезенцев в интервью нашему телеканалу Многих участников съезда удивили рекордные сроки возведения 130-го квартала Впервые прозвучала эта идея Идея прозвучала 29 августа 2009 года Когда в город прилетел министр культуры Александр Авдеев И мы когда стали говорить о том, что до юбилея остается два года Даже у фанатов этого дела, архитекторов, имена которых известных, аркутских архитекторов я назвал Я увидел в уголках глаз такое сомнение Поводов для сомнения было много Именно так выглядел тот самый исторический квартал еще в январе 2011 года Что называется, за кадром велась масштабная подготовительная работа Шло расселение жителей, корректировался проект А строители только начинали заливать бетонные фундаменты Ежедневно в смену выходило около ста рабочих Причем строительство шло не только на поверхности, но и под землей Но уха у 130-го квартала тоннель, пролегающий под зданиями В нем сосредоточены основные коммуникации Этот прежде неблагополучный сектор теперь может похвастаться современными технологиями Стоят теплообменники Через них вода, которая идет по дому, проходит и нагревается за счет теплодачи с теплотрассы То есть грязь в систему не попадает Система отопления всегда в чистом состоянии И давление одинаковое Гидроудары не страшны этой системе А так 130-й квартал встретил весну Уже готовы сробы первых зданий Плотники, работающие на исторической для Иркутска стройке, подчеркивали Если все сделано по правилам, то Иркутская слабота простоит без реставрации не менее 100 лет Это бревно хорошее, очень хорошее бревно Мне оно нравится по той причине, что сняли как можно, сняли немножко с него То есть оставили самое ценное, то есть смола должен держать дерево Я думаю, что век-то простоит Постоит нас не будет, но он простоит Лето 2011 года. Историческая стройка идет полным ходом Задействованы лучшие силы – архитекторы, реставраторы, строители Иркутска В осведении слаботы принимали участие и плотники из Франции По словам иностранных профессионалов, для них честь поучаствовать в том необычном проекте И поучиться у русских мастеров в работе с деревом Во Франции более технология Как сохранять как можно больше теплоту Когда у вас там влага в доме, как можно ее выпускают на двор и так далее А здесь более-менее так, скажем, что все еще сохраняют Стараются сохранять зодчество и сохранять технику, как это, ну, бравно, например, стоит один на другого Накануне открытия в благоустройство квартала внесла свою лепту иркутская молодежь Около 600 студентов вышли на субботник Убирали строительный мусор и укладывали луговой дерн Работали слаженно, чтобы 14 сентября 130-й квартал встретил во всей красе Как показала история, так и произошло С открытия 130-го квартала прошло уже 4 месяца Тем не менее, работа здесь кипит до сих пор Какие-то здания уже функционируют В каких-то мастера до сих пор занимаются внутренней отделкой помещений Тем не менее, иркутская слобода из мечты своих создателей превратилась в реально существующий квартал Кстати, у него уже появились и свои приметы Например, одна из них гласит Если загадать желание, а затем бросить монетку в центр круга на этой площади И прокрутиться три раза, то желание непременно сбудется Елизавета Шегвалеева, Александр Мокин, Новости сейчас Субтитры создавал DimaTorzok